Приветствую вас, Анастасия. Давайте мы с вами разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Сразу хотел бы вас предупредить о том, что, может быть, вам не понравится то, что я скажу. Может быть вам это придётся мне по душе, простите меня. Во-первых, ваш мужчина применил насилие к вам, что ни при каких обстоятельствах недопустимо. То есть недопустимо женщине применять насилие. Абсолютно, совершенно точно и безоговорочно. Это недопустимо. Это первое. То есть мужчина применил к вам, ну, насилие, да. Вот, мужчина использовал силу свою. Вот. И мне кажется, что человек пересёл этим самым счётом. Вот. То есть он... То есть он... Это непростит. Вот. Это первое. Второе. К примеру... К примеру... К примеру... Вы... Померитесь. Да, ну... Мужчина. К примеру. Что будет дальше. После того, как вы померитесь. То есть условно говоря... Что произойдёт... После того, как вы померитесь. Вы ещё не думаете? Правда, что... Проблема... Ваша... Решится... Ну, как бы... После того, как... А... После того, как... Как... Вы померитесь. Я думаю, что нет. Я думаю, что... Проблема не решится. Не решится. Это... Совершенно точно. И... Соответственно возникает... Вопрос. Вопрос, да? Если проблемы не решатся, то смысл тогда вам мерит. Даже получилось так, стихотворение сказалось. Мне кажется, что это такое, знаете, избегание какой-то проблемы реально и попытка заменить реальную проблему. Ну, какой-то, условно говоря, другой проблематик. Вот. Проблематика, например, примирения. Да? Вот. То есть, ну, не просто же так вы поссорились с молодым человеком, не просто же так вы начали нервничать, не просто же так вы его довели. То есть, вам хотелось это сделать, вам хотелось устроить скандал. Другой вопрос, конечно, зачем? Другой вопрос, зачем? Другой вопрос, почему? Вот. Ну, вам хотелось что-то. И вот здесь, на мой взгляд, нужно подобраться с тем, чего вам хотелось. И ваши проблемы, которые есть у вас сейчас, они действуют в проблемах. Потому что, как бы, если бы их не было, вы бы не ссорились. Да? Проблемы есть. Другой вопрос. И, друзья, набрать вглубь ваших отношений. Делать, анализ, ваших отношений. И вот, только тогда уже можно будет о чем-то говорить. По крайней мере, так не видится вся эта история в данный конкретный момент. Вы пишите, я хочу помириться, но не пишите, не пишите для чего. Вы пишите, что хотите все исправить, что вы сожалеете. А о чем вы сожалеете? О ссоре, которая была перед этим. А из-за чего была ссора? Вы же из-за чего-то поссорили, значит, ну, были какие-то причины, что вы поссорились. Вот на это вам имеет смысл обратить внимание. Ну, опять же, да, опять же, опять же, опять же, опять же, на мой взгляд, на мой взгляд, на это нужно обратить внимание. Вам. Ваш. Тогда уже будет понятно, почему вы ссоритесь и не придется думать, не придется размышлять, не пытаться искать вариантов, как примириться. Помириться. Понимаю. Какая штука. Вот и все. Примерно. Но то, что мужчина насилие применил, но это абсолютно неприемлемо. То есть вы пишите почему, то я начала нервничать по разному поводу. А все равно продолжала испытывать его нервы, когда консоли вела. То есть вы боитесь близости, вероятность всего. Вот, вероятность всего, вы боитесь близости. Ну, почему у нас есть страх близости? Ну, нужно выяснять. Опять же. Это очень важная история, очень важный момент. Вот. Вот так примерно можно ответить вам на ваш вопрос. который вы задаете. Вот. То есть для начала возьмите на себя личную ответственность за то, что произошло. Вот прям личную ответственность на себя возьмите. Что то, что случилось, к примеру, да, вот как бы, как бы вы себе говорите, то, что случилось. Случилось, не случайно. Что то произошло, не произошло, не случайно. Что то произошло, произошло, не произошло, не случайно. Что то произошло, 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 произошло каких-то причин. Вот. Каких-то я пока не знаю каких причин. причин. Но произошло. Вот. Ну и всё, нужно исследовать этот момент. Нужно разобрать этот момент. Раз уж так получилось. И даже если бы оба ответ на этот вопрос произошло, а бы оба ответ на этот вопрос произошло. Это не даёт права мужчине раз уж там хватать за голову, да, там, как он это сделал. Вот. И опрокидывать её. Не даёт ему права. Так поступать с вами. Это совершенно однозначно. Вот. Надеюсь, что вы для себя эти моменты... Учтёт. Вот. Значит. Вы пишите... Так, сейчас подобраю. Как мне быть? А? Как быть, чтобы что? Вы пишите помириться. Вот, да? Ну то есть понятно, что я... Я надеюсь, понятно, что я в ДСКВ, да? Ну помиритесь, помиритесь вы, хорошо. А дальше? Что дальше? Что дальше? Вот такая штука. Что-то тут вот непонятно. Ну вы померите, что дальше. Что будет происходить? Проблема как-то разрешится. Вы считаете, например, если вы померите? Ну вы померите сейчас, хорошо. Дальше будет... Достаточно ничего не изменилось. К примеру. Ну просто... Ну... Вообще. А, ничего не изменилось. Абсолютно. И что... И что он... Что он делает? В каком случае... Извиниться вы можете давно. То есть дали... Дали посвященную. Хорошо. Ну а... Как быть... Тогда... Мужчин... К примеру. Ему извиняться не надо, но это... Как бы... А он хочет помирить? Или только вы? Вот такая штука. Все это нужно исследовать. Обязательно. Без этого... Вы не сможете сохранить отношения с... Своей... С... 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 На этом что. Надеюсь, что... Помог вам. А... Если у вас остались... Вопросы... Дополнительные. Вы можете... Подать мне их... В личку. Я буду рад... Помочь. А... Если вам понравился... Мой ответ. Буду благодарен. Если... Сделаете его лучшим. Я желаю вам всего... Самого доброго. Всего удачи. Откро Knight. понять... Буду говорить... Да. Буду! Мое. Стоит. Ару. Продолжение следует...